Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами продолжим изучение дисциплины «Пазовые структурные превращения при термической обработке». Тема пятой лекции «Образование аустенита при нагреве сталей». Лекции разработаны старшим преподавателем кафедры НТМ Платоновой Еленой Сергеевной. Цель данной лекции – определить механизмы образования аустенита, кинетику образования аустенита, влияние различных факторов на этот процесс, в частности, легирующих элементов и влияние факторов на величину зерна аустениты. В связи с этим план лекции. Пункт 1. Механизм образования аустенита. Пункт 2. Кинетика образования аустенита. Пункт 3. Влияние легирующих элементов на образование аустенита. И пункт 4. Величина зерна аустенита. Как известно, при постоянных температуре и объеме все самопроизвольные процессы в системе идут в сторону уменьшения свободной энергии. Равновесное состояние характеризуется минимальным значением свободной энергии. Свободная энергия или изохорно-изотермический потенциал является характеристикой функции системы, которая определяется следующим соотношением. В металлических сплавах фазовые превращения в твердом состоянии сопровождаются относительно небольшими изменениями объема. Пренебрегая этими малыми объемными изменениями, можно использовать свободную энергию для анализа закономерностей фазовой перекристаллизации. Свободная энергия любой фазы зависит от температуры. Чтобы установить характер этой зависимости, возьмем первую и вторую производные от FOT. И тогда можно будет записать выражение, которое вы видите на слайде. Обобщенное уравнение первого и второго законов термодинамики для обратимых процессов имеет следующий вид. ТДС равно ДО плюс ДА. Если А это работа расширения ПДФ, то для изохорных процессов при постоянном объеме ДА будет равно нулю, а ТДС будет равно ДУ. После подстановки выражения для полного дифференциала ДФ значения ДУ минус ТДС получаем ДФ минус СДТ. И откуда можно определить С? С это у нас энтропия. Так как энтропия всегда положительная, то ДФ деленное на ДТ является отрицательной величиной. То есть с ростом температуры свободная энергия всегда уменьшается. Вторая производная. Вы ее видите в выражении, которое записано на слайде. Из этого выражения видно, что с повышением температуры энтропия всегда возрастает. Следовательно, величина ДС, деленная на ДТ от В, положительная. А Д квадрат ФДТ от объема – отрицательная величина. Это означает, что кривые, показывающие зависимость свободной энергии от температуры, свободная энергия – температура, и вот эти вот две кривые, показывающие зависимость, всегда обращены вогнутостью к оси температур, а не наоборот, как их ошибочно изображают. Рассмотрим процесс фазового превращения в однокомпонентной системе, в частности, полиморфное превращение в металле. Если две фазы однокомпонентной системы, у нас альфа-фаза и бета-фаза, могут находиться в равновесии, то кривые свободных энергий этих фаз должны пересекаться при этой температуре. Вот точка пересечения. Точки пересечения кривых показывают равенство свободных энергий двух фаз. Вот свободная энергия, она абсолютно равна для фазы альфа и для фазы бета. Эти точки пересечения соответствуют температуре их устойчивого равновесия. Эта температура обозначается как Т нулевое. Из графика на рисунке видно, что ниже температуры Т нулевое, альфа-фаза обладает меньшей свободной энергией. Вот ее свободная энергия. Меньшей свободной энергии, чем бета-фаза. Так как система стремится уменьшить свою свободную энергию, то при охлаждении бета-фаза должна при температуре ниже Т нулевое превратиться в альфа-фазу. Т нулевое превратиться в альфа-фаза. Т нулевое превратиться в альфа-фаза. Т humммммммммм. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...